мы приветствуем всех гостей и подписчиков нашего канала мы это я и мой маленький сыночек и полишка иди сюда и полинка скажи здрасте сегодня в таких условиях мы будем делать обзор на наборчик триоли с байкал 60 на 40 искал в интернете русский обзор не нашла но мне был очень нужен потому что я решала купить мне этот набор или нет но все-таки решила покупать и давайте я сейчас его открою и покажу вам чтобы вы решили для себя нужен вам такой набор или нет как видите он еще запакован и сейчас я открою все это дело и буду поэтапно вам показывать что же входит в этот толстенький наборчик отрезали эту штукенцию вот такой пакетик на молнии не встречал я еще ничего подобного в наборах что у нас тут триоли с ввв риоли с точка ру не реклама но получается что реклама что же у нас здесь здесь у нас превью достаточно такое симпатичное уже ничего не бликует сзади описание в набор ходит цветная схема канва для вышивания цвайгард аида 10 внимание 10 аида это очень крупная аида даже крупнее чем ну не даже вообще крупнее чем канва в китайских наборах там идет максимально насколько я помню 11 но это то что мы заказываем а есть вообще люди которые заказывают и на 9 камни но 10 она очень крупная мы с вами в этом убедимся кто не любит вышивать на крупной канве вообще забудьте об этом наборе но я думаю что шерстью так как реоли любят вкладывать шерстяные нитки любят делать наборы наборы шерстью шерстью можно вышивать три нитки вполне на 10 канве и получится достаточно неплохо давайте посмотрим дальше дальше у нас идет схема которую по идее светить ни к чему но давайте я вам покажу некоторые моменты чтобы было понятно и расскажу схема цвета символьная крупная как по мне очень удобно читаемая она не глянцевая матовая и очень удобно для зачеркивать на зачеркивание бэк стич виден прекрасно здесь еще какая-то инструкция наверное для того о том как здесь вышивать да вот здесь сказано то что первое это крест в 3 нити обозначения а второе крест 2 нити к 3 крест в одну нить так это наверное полукрест на в общем это легко разобраться сейчас мы не будем не наверное углубляться в это хотя так 2017 риолис крафт хотя сейчас 2019 год друзья мои так свод крестом две нити стежком что засти а это наверное бэк стич стежок две нити стежок в одну нить и дальше французский узелок в три нити все понятно все понятно не запутаешься размер готовой работы может отличаться от указанного в буклете за особенности материалов какие особенности я не понимаю какая особенность материала рекомендуется подбирать раму после окончания работы но здесь мне кажется разберется каждый во избежание ошибок читайте инструкцию но обязательно читайте я раньше не читала инструкцию и на этом кстати обжигалась но это только в начале моей вышивальной карьеры скажем так так с по техническим причинам перешли в другую локацию смотрите здесь листы схема на листах формата а3 что у нас тут ну собственно все то что указано было в инструкции крестики в 2 нити в 3 нити и бленды как я понимаю вот здесь у нас идет значок тут указание во сколько не тяну в данном случае 3 здесь номер цвета и здесь подтверждение что это 3 нити наверное так а то было сложно как-то прочитать здесь один лист сейчас посмотрим там пусто другой строй до пусто это очень удобно для зачеркивания то есть когда ты зачеркиваешь схему на этом листе не попадает просвет этого зачеркивания на другой лист схема что очень удобно для зачеркивания давайте уберем его и посмотрим 2 2 также до 2 лист схема устроен ровно таким же образом и пока что я вижу что все достаточно удобно вот здесь французики указаны вместе с обычными стежками что для меня странно потому что обычно их указывают где-то отдельно от ключа на ключе то есть как я понимаю вот это вот значит бэкстич да это бэкстич тут есть только крест и бэкстич по креста я здесь не вижу не вижу но очень удобная схема спасибо спасибо производителю реолис рио крафт за такую схему очень мало производители на самом деле делают такие схемы которые удобны для вышивания для вышивальщиц то глянцевую какую-то сделать то слишком крупную что там листах запутаешься то слишком мелкую наоборот что с лупой не разглядишь вот здесь самое самое что ни на есть отличная удобно читаемая понятная прекрасная схема спасибо рио крафт молодцы так что у нас дальше канва с ниточками шерсть вот такие цвета 27 шерстью ни разу еще не вышивала а вот наборы шерсти у меня есть так раз смотрите несколько некоторые цвета повторяются вот два цвет три четыре пять ну еще бы на такой конвей вышивать так что у нас тут упаковке номер два спасибо упаковке номер два надеюсь ты хорошо все упаковала потому что бывает что и не очень дальше красота какая 21 цвет 21 две штуки 19 зеленый с классный зеленый цвет 18 17 16 цвет тоже два такой болотный кстати снимаю на телефон и он не передает на самом деле истинный цвет на камере телефона цвета темнее чем есть на самом деле для тех кто по какой-то причине будет подбирать вот 14 цвет тоже очень много 15 так вообще 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 очень очень много ну какая красота просто буйство красок шерсть как я понимаю тут рио лесовская это закрепление но прям не знаю боюсь я вышивать эти шерсти хоть говорят что это прям классно так канва чуть попозже друзья вот еще в общем много много не так 1 2 3 4 5 6 7 очень много ниток вышивай себе как говорится на здоровье и радуйся дальше канва канва вот здесь вот проткнута иголочкой посмотрим размер вот это размеры секундочку это что это за гигантская игла знаете я такую видела только для вышивки лентами сейчас сложно будет вам показать тому что вы не поймете надо сравнение смотреть а у меня все иглы остались друг в другой локации из которой я перешла сейчас пока не пойду туда потому что там детишки играют они будут мне мешать я на снимать видео в общем какая-то громоздкая огромная игла но если производитель считает что нужно вышивать этой иглой в 3 нити я думаю что он так считает потому что иначе бы он не вкладывал эту игру в свой набор может быть он и прав что как раз в три сложения шерстью на 10 корве нужно вышивать именно ей ну посмотрим будет неудобно у меня есть если у меня есть разные иглы я буду думать какой вышивать не факт что я буду вышивать этой так отложим ее пока главное не забыть обратно положить и вот смотрите первое что бросается в глаза это то что упаковка номер два проткнула так сильно эту канву да еще и не по клеточкам что слава богу что это зашивка полная друзья мои если вы комплектуете наборы пожалуйста не делайте так на крайний случай возьмите и воткните иголку какой-нибудь край канвы но не посредине же делать такой трэш если в это была не полная зашивка это был бы ужас просто ужас смотрите какая большая канва вот такая примерно будет картина но ужасно конечно вот это 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 просто ужас я знаю что это полная зашивка что это все конечно выгладится все это уйдет но но это будет отличаться явно того что могло быть вот как это все еще огромная главная понимают можно туда там воткнуть маленькую иголочку на такую огромную иглу втыкать прямо в центр канвы я не знаю эти люди они что работают и сами никогда не понимают что дальше будут делать с этими наборами что их вообще-то еще будут вышивать на самом деле и вот так портить материалы совершенно ни к чему пожалуйста обратите на это внимание и вообще те люди которые работают там которые над этим властвуют пожалуйста объясните упаковщиком что нельзя втыкать иглу куда попала материалов канву в ткань нельзя можно очень испортить ткань и потом это будет отражаться на работе канва не оверлочена канву тоже самостоятельно придется обрабатывать но это ладно это не такая уже проблема что они там заявили что этот свайгард у нас на свайгард в чем у меня есть сомнения сомнения что у меня вызвало сомнения это не совсем равномерные нити переплетение канвы где-то то здесь я видел общем камера это не передает может я конечно придираюсь вот видите как она сыпется насколько я знаю свайгард канва более здесь вот тоже вот все насыпается от свайгард канва более твердая что ли и мне кажется что в этом нас друзья мои развели нет ни одного подтверждения и внешне вот она здесь распадается слева тоже вижу нет ни одного подтверждения тому что это канва от свайгард поверьте я вышел на этой канве я знаю что это за канва это что-то не то либо куплено где-то не там набор сам стоит около двух тысяч рублей мне он достался по скидке примерно за 1600 что ли 1500 и я считаю что за эту сумму можно разориться не только на шерсть и напечатку классной схемы но действительно вложить материал который будет конкретно того производителя который указан ну что я хочу сказать естественно я ничего не буду менять потому что набор нужно ушивать на 10 канве у меня нет 10 канве у меня самая такая то крупная канва это одиннадцатая лежит это она не такого размера из-за этого тоже придется с этим тоже придется смириться придется смириться с тем что это все распадается и самой придется это все обделывать в китайских наборах гораздо проще с этим они все обделывают несмотря на то что за такие бабки простите меня они не дерут за свои наборы ну что ж остается только надеяться что вышивка в результате будет хотя бы отдаленно похоже на то что у нас заявлено в превью то что канва у нас не рассыпется окончательно я уже позабочусь о том чтобы этого не было дело краем канвы стежком но извините это дополнительная трата времени если вы уже занимаетесь наборами режете канву то могли бы позаботиться хотя бы о том чтобы она не распалась или это все должно лечь на наши плечи опять же так же как и исправление вот этих косяков но друзья мои косяки косяки конечно у вас есть я еще не вышивала вашими нитками и это иголкой огромный по этой канве я уверена что там тоже будут какие-то проблемы мне придется менять иглу наверняка надеюсь что хотя бы не так хватит реолис спасибо вам за схему но упаковщицу свою вы предупредите чтобы так она больше не делала ну что ж вот таким был обзор на набор реолис 60 на 40 лейк байкал озеро байкал всем спасибо за внимание артикул 1706 всего вам доброго подписывайтесь на канал поставьте лайк если вам понравился этот обзор я буду продолжать свои обзоры наборов обзоры новинок каждый набор естественно я покупаю для того чтобы вышивать и каждый набор будет вышит и в плейлисте для каждого набора будет заведен отдельный плейлист и там будет поэтапные поэтапный отшив этого набора в том числе и этого когда начну пока что не знаю но вы друзья подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые обзоры новые видео о новинках обзоры новинок которых еще пока что нет в сети я думаю что вам это будет полезно а теперь всего всем доброго побольше времени на наше любимое хобби и пока